видно мой экран о супер хорошо смотри вот я зашел на эту страничку по огню который ты мне кинул да вот кстати сейчас увидел здесь вячеслава с которым мы обсуждали сотрудничество как-то раз он кстати прикольный визуализатор вот здесь у него видно да что в таком огне это требуется вот у меня такой огонек туда видишь показывали в таком огне конечно требуется кита плагины потому что видно что он какой-то объемный но вот если мы посмотрим допустим выше вот здесь да то это можно сделать с помощью того инструмента который тебя сейчас рассказываю сейчас мы проработаем немножко так дальше выше этот не вижу каких-то картинок но хорошо значит смотри давай тогда теперь тебе нужно показать экран мне как это делается здесь звонки вот skype до нажимаешь звонки здесь нажимаешь демонстрации экрана вот и потом там тебе скорее всего выпадет какая-то кнопочка типа начать сообразишь и думаю так вижу вижу уже все значит смотри вот этот плоскость которая тебя стоит ее просто растений но в данный момент мы рассуждаем как у нас может идти вот этот огонь до который сейчас на плоскости делать да я побольше по горизонтали ну вот чтобы она до конца уперлась стенки стенки этого твоего камина если ты видишь рамочку видишь вокруг плоскости рамочка значит и не до конца упер до конца на сделал до конца потому что те такая текстура вот все теперь открою стейк этих модификаторов у этих господи же заговорюсь значит материал эдитора открой и там покажи мне вот этот материал огня тут сразу добавляйся вместо единички в настройках материала ну давай попробуем 20 где-то 20 это сила свечения ну вентарь нажимаем вот видишь что произошло он такой сильный стал потом зайди внутрь материала мы вот это номер 8 вот диффуз тогда и здесь шоу материал нажми если не видно значит выходим пока на ступеньку выше и там где color белый на сделать черный черный окей окей дальше 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 значит смотри вот так это будет выглядеть костер если тебя устраивает то можно посчитать уже если нет ну можно саму текстурку подвигать там пары свечу ков косты и чет а ну поставь давай это быстро считает мне а там простые настройки ну давай посчитай кусочек посмотрим насколько у нас получился огонь это уже получше уже получше но недостаточно свечения значит силу света давай с тобой увеличим там до 100 допустим то есть color помнишь color там потом циферки где меняется настройках материала надо поставить 100 печеньки да 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 сотни поставь специально чтобы сразу да вот контраст увидеть посмотреть как оно будет и можно запустить можно смотри открыть предыдущую картинку которая была посчитана уже да вот здесь ну неважно и выдели область ближе к той зоне которая нас интересует все нажимай так ну вот в принципе более похоже на на костер именно как сама плоскость приблизь пожалуйста вот этим колесико мыши мне что то не нравится верхняя часть вот видишь там засечки какие то это плейн да она чтобы этого избежать нужно на плейн натянуть UVWMAP то есть модификатор выделить сейчас плоскость вот этом и да UVWMAP и ну в бокс ее загони лучше чтобы не париться там с этими координатами просто бокс загоняем превосставим да я думаю что нет я думаю что уже достаточно будет такого варианта и теперь смотри теперь берем V-Ray Light то есть смотри логика такая сейчас мы с тобой нарисуем само освещение то есть источник освещения можно его нарисовать нет смотри источник освещения заходим в источники освещения где они у нас находятся тебе желательно для этого перейти не только в сами источники освещения вот в командной панели но и переместиться вид сверху то есть в топ потому что ты сейчас будешь рисовать цвет да переместись в топ вид сверху F3 нажимаем и теперь выбирай V-Ray Light V-Ray Light в командной панели и вот в принципе не важно как ты нарисуешь просто нарисуешь в том месте где у тебя камин нарисует это V-Ray Light то есть не камин а сам огонь где огонь у тебя плейном или сферы а сферы 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 лучше сферы можно плейном поставь сферу это до плоскости или после в середине то есть она захватит и за и вперед вместе то есть так да ну хватит я думаю теперь перемещайся в другой вид можно в камеру сразу да и поднимая повыше эту плоскость так чтобы ее нижняя часть этой сферы она была выше плоскости камина F3 нажми F3 нажми чтобы видно было пересечение идет или нет ну то есть нормальный вид впереди нажимаем не нажимаем а вот нажимается да ну вот примерно так можно чуть пониже сейчас сильно не важно мы сейчас протестируем просто и теперь в настройки этой сферы зайди то есть в модифер этот лист или как он там называется да так мультиплиер color color цвет смотри тыкай цвет да нажимай бери пипеточку и выбирай средний цвет вот этот желтый желтизны какой-то средний цвет между самым ярким и самым ну нет это сильно темный то есть наша задача посветлее выбрать ну такой желтый какой-то там еще 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 желтее то есть еще давай вот у нас смотри там три основных цвета практически белый потом желтый да и оранжевый давай желтый ближе к желтому вот вот так получше и можно его смотреть он вот так вот просто если критическим зеленого да 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 критическим взглядом посмотреть какой-то немножко зеленоватый давай совсем чуть-чуть его вот рисочку возьмем верхнюю над желтым прямо на вот как бы назвать да нет лучше не здесь смотрю тебя две рисочки до верхняя чуть-чуть чуть-чуть левее чуть-чуть и левее да но это много этого много 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 то есть надо в принципе было бы оставить точно так же практически как было просто совсем чуть-чуть чтобы да там миллиметр буквально вот достаточно и теперь вот эту самую левую рисочку вверх немножко потяни чтобы попа поприятнее стал еще 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 вот так где то давай так попробуем протестируем окей так и еще а invisible стоит да вниз еще спустись affect reflection ну пусть так будет давай попробуем посчитаем и сейчас на основе того что мы посчитаем мы примем дальнейшее решение так вот такое зарево все таки плоскость у нас косячок показывает ну вот смотри да то есть уже не что то есть в этом зеленый свет идет не только от самого свечения да но и от мрамора мрамора вот далее что тут хочу сказать значит в общем все равно чуть-чуть нужно подправить текстуру текстуру потому что она верхние части видишь вылазит то есть повторение неравномерное получилось да давай просто зайдем в материал editor материал editor и текстурку просто по вертикали немножко растянем заходим в диффуз заходим в диффуз заходим в диффуз и так тилинг наверное вот этот да а ну ка щелкаем ну просто вот да а нет не этот не этот не этот обратно значит вот вот этот один раз а нет наоборот значит минус в минус уходим 0.9 там или 0.99 поставим давай 0.98 то есть можешь прописать вручную восьмерочку добавить 0.98 допустим ну вот таким образом да если что ты сам можешь подправить эту текстурку также с помощью и wma ты можешь и подправлять ну все нормально в принципе дальше уже ты сам сможешь проработать давай единственное мне не очень нравится как у нас светит ну вот это да не плейн уже а сфера давай еще чуть подправим все таки действительно немножко более оранжевый сделаем цвет ну вернее желтый даже усть усвечения а еще знаешь такой момент минутку выйди на один шаг из этого материала вверх и скопирую вова по ай подожди опасить не скопируй а напиши также в этой маске да опасите внутри такие же значения вот тут 098 внизу да не забывай если ты что-то поменял вручную значит нужно это везде прописать так на шаг выше и вот здесь тоже посмотри gradient ramp как там распределяется все а ну тут понятно все нормально хорошо в этом смысле конечно лучше использовать этот UW map чтобы сразу везде менялась эта текстура ну в общем смысл ты понял давай теперь color color в сфере в сфере в настройках сферы свечения в источнике освещения освещения viray light в источнике освещения viray light где у нас настройки его да да все он все он выбран не 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 viray light viray light назад просто щелкни и он у тебя выберется так да вот color давай все таки сделаем поинтереснее значит рисочка которая самая левая самая левая повыше сделаем самую левую это самая верхняя а вот это самая левая да вот так вот да и самую верхнюю рисочку можно чуть чуть левее чуть чуть левее на миллиметр буквально так ну типа того попробовать можно еще потеплее попробовать то есть ну тут уже будешь угу окей ставим ну вот таким образом пробовать можно попробовать еще сильнее сделать там 500 поставить но тут сила свечения зависит от настроек камеры и не только от настроек камеры но даже от настроек viray то есть там контрастов переконтрастов всяких ну давай 500 поставим мультиплиер посмотрим можно посчитать уже без сегмента то есть без конкретно выделенного сегмента для того чтобы увидеть как интересно у нас свет распространяется на всю комнату а также для увеличения для улучшения реалистичности этого камина то тебе необходимо было бы туда положить какие-нибудь дрова там или еще что-нибудь или сделать прорезь там как будто бы это действительно там какой-то дрова я сделал да ну смотри если дрова то лучше найти текстуру какой-нибудь ну как бы сказать такую вот ну как у костра то есть она же имеет конечность да по бокам понимаешь фишку то есть она не распространяется до конца вот так камина она то есть имеет эпицентр в середине и к бокам уже опускается немножко то есть такую текстуру ты можешь найти это все в интернете несложно так вот этим который я ссылку скину фонекс hd и вот этот фон не пользоваться ну я не пользовался во первых потому что это нафиг не нужно на самом деле если у тебя будет текстура огня более похожая на костер ты просто ставишь несколько плоскостей пересекающихся взаимо да там что-то меньше какая-то другая какая-то больше чуть-чуть да плоскость и у тебя получается как будто бы объемный костер понял просто несколько уже этих плоскостей ставишь это раз второе ты можешь тут прокомбинировать сейчас свечение у тебя сейчас есть сферическое свечение внутри с этими настройками ну как-то странно немножко смотрится можешь также поставить в ray light просто plane который смотрит на нас сюда понял то есть выбрать зону ну просто проанализировать где зона самое сильное свечение да идет от этой плоскости и просто прямо от этой плоскости нарисовать верой plane развернуть его таким образом как будто бы это вот костер на нас сюда светит и настроить ну свечение у этого это вера вера и лайт то есть не сфера уже да сфера как бы стоит сам по себе а plane а если ее это бэн там изогнусь ну можно попробовать но смысл то есть смотри мы освещение делаем и логика логика освещения она повторяет логику реальности да то есть симуляция она повторяет все как в реальности если это огонь мы сейчас просто поставили к нему сферу потому что он все равно светит во все стороны ну в любом случае логика такая да но мы можем так же поставить плоскость от который светит от этой текстуры то есть прям подвинуть верой лайт да нарисовать туда вот его поставить сделать тоже прозрачную чтобы он светил вот этим основным цветом костра вот еще такой момент у тебя зеленым она смотрится потому что у тебя отражается да мрамор отражается да ну и настройки тоже конечно влияет то моя рекомендация найти текстуру огня которая как костер потому что такие камины они вряд ли газовые какие-то то есть такое ощущение что у тебя сейчас трубка проложена газовая да понял вот это такая текстура но такие огни встречаются это как бы модно достаточно бывает но такое встречается но не в таких каминах обычно скажем так пробуй вот я на мой взгляд тут не хватает свечения из камина я бы я бы добавил плоскость вот v-ray plane имею ввиду v-ray plane который стоит перед текстурой и светит на нас сюда вот и как бы получается заходит свет к нам сюда но в принципе уже ну как бы вырисовывается настройки поставишь такие которые мы даем камеру настроишь так как мы даем правда скорее всего придется под настроить опять же силы свечения уже да под эти настройки я помещение хочу по темне сделать здесь именно освещал сбоку там уж кресло поставить сверху свечи я понял да хорошо пробую делая но мне немножко смущает настройки вот и по дизайну посмотри то есть материалы как-то вот немножко вот не стильно возьми какую-нибудь картинку реально камина и прям подбери ну картинку только вот в каких-нибудь хороших либо журналах да либо сайтах и так далее ну да вот картинку я понял но смотри такая фишка ты сейчас ориентируешься на плохой виз и так вот сейчас это виз то есть кто-то сделал да и это не очень хороший виз лучше выбери на сайте какой-нибудь красивым пропиши в яндексе там красивый камин там ну вот что-нибудь такое да или там перед камином там что-нибудь напиши в яндексе и найди красивую картинку вдохновляющую то есть не надо 3d искать вот и сделай лучше ориентироваться на реальность будет круче понял да 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 угу так ну все понятно по камину по огню как это делается какие у вас вопросы остались еще по огню нет все да логика понятна то есть шаги вот эти делаешь так мы это все делаем и с головой тебе хватит и самое прикольное здесь то что у тебя не увеличивается время просчета на какой-то плагин или еще на что-то вот вот такие дела значит ставь настройки наши нормальные ну или по крайней мере тут может быть дело не в настройках а в дизайне посмотри найди действительно красивый дизайн да ну вот камеру настраивай настройки хорошие и считай и главный источник чтобы у тебя был из камина то есть если у тебя главный камин в картинке пусть будет главный источник освещения в картинке камин а остальные источники освещения должны быть по сравнению с ним менее активны тогда штукатурка повод нормальный но мне не нравится то есть это да это замковый такой это стиль тут но сложно тут вопрос по дизайну поэтому я же говорю лучше возьми красивые журналы типа салон точка ру можешь записать там салон точка ру в интернете прописать выпадет hq room да 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 вот там найди с камином что-нибудь красивое и сделай будешь больше рад будет более красиво качественно лучше мы по вот в этом режиме дальше проработаем то есть если будешь дальше успевать так же хорошо то четвертую неделю когда с тобой проработаем понятно да да ну все тогда успехов я тогда видео это буду выкладывать предупреждаю но все нормально все прикольно то есть и людям будет интересно тебя послушайте меня и спас да ну все счастливо пока до свидания пока все и все как все